всем привет сегодня мы познакомимся еще с одним способом переделки обычного лазерного принтера с портом usb вай-фай принтер и лет десять назад такой способ переделки был очень дорогим и не привлекал бы обычного пользователя но сегодня когда вторичный рынок заклеснула волна печатной техники то это стало возможным и за приемлемые деньги вот реальный пример отличный легко обслуживаемый принтер от хюрит-паккард лазерджет 1320 на сегодня он легко заправляется не блокирует печать милое дело одно но не печатает в нашей многопользовательской домашней сети надо сказать что вторичный рынок печатной техники украины оказался не готов к такому решению продавцы просто не смогли не сложить нормальную цену за сетевой контроллер для такого принтера они захотели цену равную такому же бывшему принтеру уже с этим сетевым контроллером то есть это очень бредовый подход поэтому на помощь пришли наши китайские товарищи и спасибо им за это вот давайте глянем вот это нормальная цена и кстати здесь фриши я удивлен не на шутку удивлен потому как посылка пришла очень быстро из китая татаренко через два дня появилась у меня через течение недели это все было здесь настолько быстро что это не свойственно для китайской китайских товаров которые по идее должны далеко и долго идти так вот запаковано вот что мы получили теперь давайте сравним тот контроллер который я снял с тем контроллером который приехал сразу видно что вот эта часть это принт сервер LPT порта здесь у нас уже в сетевом варианте нету и бог с ним зато есть принт сервер от Hewlett Packard а не от какой-то сторонней организации так здесь заодно я покажу как я сделал почему здесь применен вот такой вот шнурик от смартфона обычный micro USB вот а потому как здесь был выломан штатный USB порт вот такой как здесь вот и я решил сюда не впаивать большой такой USB здесь были дорожки повреждены а я запаял сюда от старого мобильника разъем USB и соответственно проводочками вот мелкими такими я распаял те контактные площадки четыре штуки которые отвечают за USB в результате можно использовать провода от старых мобильников ну вот такое вот ухищрение можете как говорится взять себе на вооружение кому интересно ну и теперь давайте поставим на место сейчас будем менять контроллер все это делается очень просто руками вынимаем вот так вот крышку открываем здесь дверцу картриджа прям пылюка внутри конечно вот вот и собственно говоря манипуляции закончены теперь нам нужно взять в руки отвертку накрест и открутить контроллер до установки нового контроллера я взял вот такую насадку от обычного пылесоса маленькую и кисточку большую для рисования и аккуратно пропылесосил пыль и тонер здесь и внутри принтера тоже надеюсь вы знаете что нужно это делать регулярно не дожидаясь пока принтер сломается закрепляем минимум четырьмя лучше шестью винтиками вот и присоединяем шлейфы на такую работу что способен практически ученик младших классов значит в результате мы получаем принтер с портом эзернет и после этого мы присоединим вот это к нашему роутеру и получим вайфай принтер для диагностики домашней сети я всегда использую сетевой сканер например на мобильнике это будет финг после подключения принтера в нашу сеть я ее просканировал конечно и не нашел нового устройства и это правильно ведь сетевой контроллер у нас бушный поэтому отключаем наш принтер от сети нажимаем сзади кнопку тест опять включаем с удержанием кнопки принтер в сеть и считаем до 30 так наш принтер кратковременно сбрасывает все настройки и запрашивает настройки от нашего роутера куда он собственно говоря и подключен коротким патчкортом далее можно либо распечатать снова страницу с нашими сетевыми настройками либо использовать сетевой сканер для того чтобы определить новый ip-адрес нашего принтера и тогда мы вводим этот ip-адрес в браузер для того чтобы полюбоваться как наш принтер находится в нашей новой сети с подключением у нас все и в рамках этого материала я не стану объяснять как подключать принтер к нашим компьютерам мобильникам планшетам на этом канале уже достаточно материала на эту тему можете ознакомиться и понять как что делать установлюсь только на том что для печати с андроида я использую принт-бот и в нем для настройки нужно ввести только ip-адрес принтера без каких-либо префиксов что у нас в итоге мы получаем переделанный со старого usb-шного вот и таким вот и таким принтером можно легко пользоваться с мобильных устройств давай страницу давай все на этом пока удачи до следующих встреч